Депутат Чебоксарского городского собрания 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 Что у нас Чебоксарского республики не очень культивируется Что очень жаль Это очень серьезный интересный вид спорта Но тем не менее Сейчас конечно же Я также дружу с физкультурой Мои дети все ходят в спортивные секции Для меня здоровый образ жизни Это в первую очередь Все таки То что я дружу с физкультурой Затем здоровое питание Здоровый сон Я уверен что у каждого наверное какой то свой рецепт Но я считаю, вот эти три фактора, они очень важны. И, естественно, это прогулки на свежем воздухе. Это вот суббота-воскресенье с детьми, прогулки на велосипеде, вообще просто поход на рыбалку за грибами. Я все это приобщаю к здоровому жизни и считаю, что это очень важно для каждого человека. У меня вот трое детей, да, которые там учатся в школе, ходят в садики, мы их вводим в секции и субботы, и воскресенье. Сейчас у меня родился четвертый ребенок, да, ему всего лишь меньше месяца. Это тоже. И тем не менее, мы все равно находим время. Я думаю, что здесь главное желание человека – время найти всегда возможно. А есть у депутатов свои любимые виды спорта? И проводятся ли какие-нибудь соревнования среди вас? Да, ну, самый любимый – это, наверное, футбол «Игра народная». И мы тоже, скажем, играем в футбол. У нас есть своя команда. Каждый год, 9 мая, когда проводится Кубок по футболу в городе Чебоксаре, среди школьников, мы всегда играем с победителями. Нам пока удается выигрывать школьников. Хотя они очень хорошо играют, нам пока удается. Но с каждым годом мы чувствуем, что сложнее и сложнее это становится. Поэтому то ли мы стареем, то ли они лучше начинают играть. Это футбол. Но я знаю, что многие депутаты, конечно, у них есть и свои. Вот я сам тоже в тренажерный зал хожу. Кто-то играет тоже в волейбол. Но объединяет на всех, конечно, футбол. Кросс-нации, Кубок по спортивной ходьбе, спортивная лимб при Волжье и, конечно же, международный форум, который состоится совсем скоро, Россия – спортивная держава. Огромное количество спортивных мероприятий. Насколько активно депутатский корпус включается в спортивную жизнь города и республики? Депутаты всегда в первых рядах. Я могу это ответственно заявить. В этом году мы даже решили с главой города, Леонидовичом Черкесовым, что в каждом депутатском округе мы открываем детские площадки. И открываем их не просто так, а происходит зарядка со звездой. Мы приглашаем известных людей. В этом году я сам в своем округе открыл три детские площадки. И мы провели это там тоже очень интересно. приглашали спортсменов. Я всем детям привозил мороженое, чтобы это было интересно. Мы решили, что так будет правильно. И все депутаты это тоже делали. Поэтому мы стараемся активно участвовать во всех этих мероприятиях. И самое главное, я всегда говорю – личный пример. Как народ относится к такому личному примеру? Ну, очень положительно, я считаю. Очень положительно. Больше, конечно же, дети. Но иногда и люди старшего поколения выходят и становятся вместе с детьми, пытаются сделать какие-то упражнения. Мне очень отрадно. Я могу сказать, что действительно в последнее время все-таки вот пример лично начинает действовать и главы города, и главы республики, и нас, депутатов всех уровней, и народ больше начинает приобщаться, потому что все понимают, что все-таки физкультура и спорт в жизни очень помогают. Насколько мне известно, Чувашская республика стала одним из пилотных регионов, где реализуется федеральная целевая программа развития физической культуры и спорта на 2006-2015 годы. Как на сегодняшний день обстоят дела в Чебоксарах? Ну, я считаю, вот то, что мы отметили – это детские площадки. Затем, конечно же, в каждом, почти в каждой школе мы, значит, пришкольные стадионы начинаем устанавливать, и почти произошла смена во всех школах. Это, я считаю, тоже большой шаг вперед, потому что, знаете, вокруг школы вечером, особенно даже после уроков, концентрируется большое количество людей, все играют в футбол, я сам иногда приезжаю в школу посмотреть, да, там и дети, и мама с колясками, и маленькие дети, и все-все-все. Это такой центр микрорайона становится. Затем, конечно, то, чего нам так не хватало в городе – это физкультурно-спортивные комплексы. Это вот мы открыли «Спартак», он постоянно загружен. Я часто детей туда вожу и сам иногда плаваю. Вот, потом мы в парке 500 лет откроем, вот, по маунтенбайку будет физкультурно-спортивный комплекс, который все будут посещать в Новоюжном районе, то есть в каждом. Планируется стадион в Юго-Западном, это вот на Чапаевском поселке, громадный стадион. Я считаю, что это очень положительно. Вот нужно больше таких в каждом микрорайоне обязательно должен быть бассейн, спортзал. Я вижу, как они востребованы. Сегодня ведь и во дворах устанавливаются спортивные тренажеры. Да, конечно. Вот у нас же есть программа такая. Вот я уже говорил, что мы открываем, значит, не только детские площадки, они себя включают в какие-то небольшие спортивные тренажеры, на которых могут тренироваться там и достаточно пожилые, и молодые люди. Я смотрю, что, повторюсь, они опять вот и в роще востребованы абсолютно. Уже ни для кого не секрет, что в октябре этого года стартует международный форум «Россия – спортивная держава». В рамках него 9 октября в столице Чувашии состоится единый день сдачи ГТО – Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Расскажите об этом поподробнее, как будет проходить сдача, и будете ли вы сами сдавать нормативы? Во-первых, скажем, это пройдет не только 9 октября, а вот, допустим, в эту субботу и воскресенье в Чебоксарах мы такое некое пробное мероприятие проводим в каждом районе города. Это будут заводские команды СУЗов, ВУЗов, школы. Будут сдавать нормы ГТО. Я считаю, что это вообще очень положительно повлияет. Но я так сам посмотрел, что мне удастся в мою возрастную категорию достаточно очень успешно это все сдать. Но я повторяю, здесь, на мой взгляд, это как олимпийский девиз – главное – участие. Но вообще на форуме, на мой взгляд, будет много интересного. Все наши горожане немножко привыкли уже к творческому бульвару. А на форуме мы планируем такой спортивный бульвар организовать, где все спортивные федерации в Чувашской республике, в городе Чебоксары, они выставят свои команды. Я не буду слишком много рассказывать, лучше один раз увидеть. Я приглашаю горожан, во-первых, на зарядки принять участие массово, показать всей России, какие мы активны, как это у нас хорошо получается, какой спортивный город Чебоксары и Чувашская республика. Приедет же очень много глав регионов, спортивных функционеров. Вот я очень только вот думаю об одном, чтобы погода не подвела, а я думаю, наши люди выйдут и покажут, насколько они спортивные все. На творческом бульваре мог каждый что-то попробовать, потанцевать, пострелять по мишеням, заплести себе косички. А на спортивном бульваре тоже будет организован подобный интерактив? Я думаю, что да. Там будут как, скажем, и профессионалы выступать, так и будут возможности людям проявить себя. Ну, кто-то может мячик-кольцо бросить, я думаю, кто-то попробовать побоксировать, если захочет, с каким-нибудь профессионалом. Но будет много интересного, я считаю. Не хочу раскрывать все заранее. Еще раз повторю, лучше прийти и посмотреть это все. Здоровым сегодня быть в Чебоксарах модно? Вести здоровый образ жизни? Я думаю, что да. Вот знаете, чем больше вот из года в год я смотрю и вижу, что успешные люди, во-первых, они здоровые, они улыбающиеся, красивые. И молодое поколение начинает это тоже понимать, что нужно быть, чтобы быть успешным, нужно быть здоровым и спортивным. Тренд столичного летнего сезона – зарядки со звездой. В последнее время в утренней гимнастике участвуют целыми семьями, коллективами. По-моему, горожане радуются этой инициативе? Ну, я думаю, что, знаете, больше людей приобщилось к этому, к физкультуре. Поэтому наша главная задача – приобщить людей к здоровому образу жизни. А это вот такое массовое явление. Ну, я помню, вот еще при Советском Союзе, когда у нас были, знаете, утренние гимнастики, их транслировали по центральному телевидению, были такие производственные гимнастики, когда, представляете, весь цех останавливается на 15 минут, и все начинают приседать. То есть и тогда люди понимали, как это важно. Поэтому, я думаю, нам удастся в стране, в городе и в республике создать, вот чтобы молодое поколение было здоровым и спортивным. У зарядки будет какое-нибудь развитие? Конечно, мне трудно сейчас прогнозировать, да. Может быть, она разовьется еще более масштабно. Но, во-первых, это очень хороший тренд даже для всей России, да. И вот министр спорта России был приятно удивлен, об этом многие слышали. Вот. Но, наверное, у каждого события есть какой-то пик, подъем, спад. Это все нормально. Главное, чтобы мы зародили в душах наших граждан, опять, к здоровому жизни стремление, к спорту. Поэтому я, конечно, желаю, чтобы зарядка росла и развивалась. Но время покажет, насколько это востребовано для горожан. Я считаю, что это все-таки полезно. А если немного помечтать, какими вы видите спортивные чебоксары через пять лет? Ну, мне бы, знаете, вот моя мечта, чтобы действительно у нас, в Чувашской республике, в горьи чебоксарах появились какие-нибудь команды, которые играли бы в высшей лиге были бы. То есть это вот, это бы так, я знаю, насколько это заражает весь город, какие-нибудь Самара, Нижний Казань, как это происходит, да. Понятно, что здесь достаточно экономическая составляющая, большая, да. Я вот, моя мечта, чтобы у нас была одна-две команды в разных видах спорта, которые представляли наш город и республику на российском уровне. Сейчас ведь появилась первая муниципальная команда «Чебоксарские ястребы». Да, «Чебоксарские ястребы». Вот, я желаю, чтобы у нас все это получилось, потому что здесь вот очень важная, я и говорю, экономическая составляющая. Но в то же время, вы знаете, есть же команда Мордовии по футболу, она играет в высшей лиге. Я не могу сказать, что регион Мордовии намного богаче нас, да. Все-таки им удалось что-то сделать, потому что в любом случае спорт высоких достижений – это достаточно затратная вещь. Вот, и я поэтому хочу, чтобы процветала Чебоксарская республика, и тогда мы были экономически сильные, и тогда будет у нас и спорт высоких достижений. Но самое главное, я считаю, это, конечно, вот физкультура, здорового образа жизни для всех граждан нашей республики и города. Спасибо, Александр Васильевич, за беседу. Напоминаю нашим зрителям, что в гостях программы «Актуальное интервью» был депутат Чебоксарского городского собрания Александр Андреев. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова